Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале GadgetX И сегодня у нас будет распаковка нового блока питания который я себе заказал Вот он у нас Так как мой уже и морально и физически устарел он трудится уже с 2011 года и он всего лишь на 500 ватт Это просто как бы уже не камельфо У меня даже получается видеокарта не может разогнаться то есть из-за блока питания Я процессор заменил, видеокарту заменил поставил GTX 1060 на 6 гигабайт И как только карточка начинает на полную включаться компьютер тупо вырубается и в общем идет перезагрузка Это меня не очень устраивает Поэтому я решил взять блок питания на 800 ватт Тут, если не ошибаюсь, у меня производитель Cobra здесь в коробке А то я не помню просто что это по названию Сейчас мы его распакуем Разрежем своим фирменным ножом У меня коробка черная и нож тоже черный Он типа метательный Хотя я метать нихрена не умею Вот, ну в общем вскрываем Запаковали И блин, я вам так скажу Коробочка такая увесистая Прям ощущается, что там Такое ощущение, что кирпичей наложили Надеюсь, что там не кирпичи, а блок питания Так Вот так вот Вот так вот Производители у нас здесь Cobra Cobra Power Cobra Power RX800AE Маркировочка у нас здесь по стандарту 80 плюс голд Это, блин, обалдеть как хорошо Потому что у нас здесь, получается, будут минимальные энергопотери Мой на 500 ватт, который старый стоит У него входная мощность 500 ватт, а выдает он 300 200 ватт куда-то исчезают Что за дела? Тупо, блин, в атмосферу уходит В виде тепла Здесь у нас накидали нам бумажечки даже Какие-то макулатуры Я так понимаю, это гарантия Гарантийный талон, да, есть Вот Стоимость блока питания с доставкой у нас получилась 1205 гривен Это примерно где-то 45 долларов За 800 ватт Это очень-очень хорошая цена У нас здесь, по-моему, нет RGB подсветки Да Ее здесь нет Вот Japanese Pack Короче Короче-короче Вот так вот у нас коробочка эта выглядит Как видим Видим Маркировочка Самая главная 80 плюс голд Это очень хорошо И у нас, как видим Здесь у нас разъемы все модульные То есть кабельки все отключаются По отдельности все Итак, смотрим У нас здесь спецификации есть Здесь у нас написано Модель есть RX600 И у меня RX800 У меня здесь 800 ватт Полная мощность И как видим Сзади, в принципе, неплохие Какие параметры мы наблюдаем Сейчас я вам даже покажу Чтоб вы видели Вот Здесь на камеру видно хорошо Я надеюсь Вот Прочитали, да? Ну и вот, собственно Вот И, блин, в первую очередь Меня заинтересовала цена И, конечно же 80 плюс голд Это очень хорошо Я заказывал на розетке И там, блин, отзывов практически нету И то какие-то дегенераты пишут То есть реально человек не купил товар Он уже ставит товару единицу И пишет А чё это он такой дешевый? Какой-то подвох Фу, отстой, брать не буду Чё за дебилы вообще? Я не понимаю Блин, чё за люди? Ух ты! Здесь даже ручечка есть Прикольно Вот такая у нас коробочка У нас В принципе, качество очень хорошее Вот По-моему, повар Я как читал там Рейд Макс у нас Здесь ещё что-то написано Кобра Пауэр А, это произведение, наверное, Рейд Макс Вот Это какая-то пиндоская фирма, походу Вот, потому что они очень популярны в Америке И там у них есть и на 1200 ватт Блоки питания По вполне приемлемой цене Ну, я так гляну Мне, в принципе, на 800 ватт Хватит Вот так Вот так У меня 500 тянет Вернее, он 300 выдает 300 ватт тянет Всё, что у меня там стоит Включая новую карточку Но только если она не в состоянии, конечно Работы на полную Вот То 800 ватт, я думаю Вот так и вот так Хватит Особенно 80 плюс гол Ого Кобелей тут накидали Просто капец Я думал, тут он как-то в коробке лежит Ну, так Этот самый Ну, тут, как видим Сам блок питания И куча-куча проводов к нему Проводов здесь немерено Вот И они, кстати, разборные Вот Здесь у нас Это, я так понимаю Под видеокарту Восьми пиновый разъем Который можно делать Шести пиновым Один слот у нас отсоединяется Да Такой Писи И Вот такой вот кабелек У нас есть Как видим Здесь у нас модульный А здесь с этой стороны Обычный 8 пин Идет Тут у нас даже Ого Тут у нас Три Их Два вот разъема У нас Разборных на нем На одном кабеле То есть можно Две видео Подключать Я так понимаю Это на видеокарте Кажется Я, конечно, не особо Знаток там крутой Потом Еще один кабель У нас С 8 пин На 4 пина У нас получается Один На 8 И два На 4 Они между собой Не соединяются В принципе Здесь и не надо Их соединять Важно Можно просто Втыкнуть Куда-нибудь 8 пин Следующий У нас Это, я так понимаю Материнская плата 24 Так 24 И как-то У нас тут Я не понимаю Он разборной Неразборной По крайней мере Я не вижу А, да Мозерборд Вот у нас Один кабель Мозерборд Блин, довольно длинный Такой я смотрю А ну сейчас посмотрим Даже Такой кажется Он очень даже Длинный Ну-ка Да В принципе В принципе Вполне себе Неплохо Здесь где-то Сантиметров Я не знаю 60 А вот Ну и плюс Вот этот вот еще Короче нормально Кобеля такие Толстые Тяжелые Блин Вот почему Коробка такая тяжелая Была Из-за кабелей Кобеля реально Прям такие Знаете Ощущается И провода Толстые такие То есть Они очень тяжелые Очень тяжелые Следующий У нас Здесь Обычный Разъем Питания Старый И конечно же Новый Сата Так Окей Ну я думаю Мы в принципе Основное Вроде как Все посмотрели Уже Здесь Сата Разъемов Тоже целая куча Есть Вот еще Кобелек Еще Кобелек И короче Здесь Целая куча Прям кобелей Накидали Просто Такой болтики У нас В комплекте Четыре штуки Черного цвета Так Потом Кабель нам Питание Положили Вот он идет Ну это Такая очевидная вещь Что я думаю Даже показывать не стоит Потому что Это уже как Само собой Разумеющееся Что оно там Должно Просто быть Вот просто Должно быть Так И соответственно Конечно же Сам блок Питания В коробке Больше ничего Нет Целая куча Проводов И блок Питания Так Открываем Наш блок Питания И сам блок Питания Тоже такой Тяжеленький Нормально Нехило Выполнен Так Запах Нарезный Включение Выключение Работает Нормально Вот у нас Все разъемы Здесь CPU PCI-SE HDD SATA FLOPPY HDD SATA FLOPPY Motherboard Здесь у нас Все подписано Как мы Я боялся Что будут Какие-то Трудности С подключением Но как видим Здесь все Очень просто Все подписано Вот Для тех Кто хоть Чуть-чуть Разбирается В компьютерах Все поймет Просто Так И конечно же На самом блок Питания У нас Тоже Есть Информация Вся Необходимая Вот Тоже Что и на коробке Вот Смотрите На камеру Я думаю Вам Хорошо Видно Все Можете На паузу Поставить И Почитать Посмотреть Ну вот Я даже Не сомневаюсь Что он Будет Хорошо Работать Потому что Ну я Уже Вижу Просто Что он Ну реально Качественный Продукт Он Вообще Видно Что Хорошо Собран Ничего Не скрипит Не люфтит Кулер Крутится Сейчас мы его Еще включим Проверим Надо Сначала Компу разобрать И потом Включить Конечно Так В общем-то Внешний вид Меня устраивает Просто Прям Вот Смотришь И реально Качество Хорошее А я вот смотрю Он такой Здоровый Мне кажется Он мне хоть В компьютер Влезет Блин Да вроде Должен Влезть Ну реально Прям такой Блин Кулер Огроменный Просто У меня Вроде Как Поменьше Так Ну ладно Короче Вот такой Вот у нас Сегодня На обзоре Вернее На распаковке Был Блок питания От фирмы Как ее там А ну-ка Рейд Макс Линейка У нас Кобра Пауэр Кобра Пауэр На 800 ватт Маркировка У нас RX 800 АЕ Вот И Сейчас Сейчас Будем подключать Его И пробовать Что там Да как В работе Так что Будем Обязательно Ждите Следующего Видео Я Выскажу Через Время Уже Я его Сначала Потестирую Хорошенько Все Чтоб он Там В работе Нормально Было Чтоб Железяки Не Погорели И Потом Уже Выскажу Своё Мнение По поводу Блока Питания Хотя В принципе Здесь Если он Нормально Будет Работать Высказывать Особо И нечего Его Задача Питать Систему То есть Здесь Ничего Такого Больше И нет И что Самое Главное Чтобы он Был Надежный Так что Всем Спасибо За просмотр Дорогие Друзья Подписываемся На канал Если вы Не Подписаны Обязательно Ставьте Лайки Делаем Репосты В соцсетях Нажимаем На колокольчик И ждем Новые Видео Дорогие Друзья Всем Спасибо Пока